Hello, hello! Приветствую, друзья! Вы попали на канал OK English Elementary. С вами Елена Вагнистая. Здесь, на данном канале, мы с вами занимаемся практикой уровня Elementary, который включает в себя как самые основы, то есть базовый уровень, так и проработку всей базовой грамматики. Это значит, что мы не уходим в какие-то сложные грамматические темы, но мы берем достаточный материал для того, чтобы, в общем, ваше общение на английском уже было нормальным, полноценным и грамотным. То есть здесь уровень Elementary, он довольно-таки широк. Это вся база абсолютно, потому что мне иногда пишут, зачем вы делаете уроки не для новичков, зачем вы делаете уроки среднего уровня. Друзья мои, здесь мы в средний уровень не уходим. Это все-таки уроки для новичков, но уровень Elementary имеет несколько градаций, то есть самое-самое beginner, а также более сложные уроки, но не заходя в тяжелую муторную английскую грамматику. Сегодня у нас диалог номер 90, и мы будем говорить об автобусах. Сперва мы этот диалог послушаем. Люди будут выражать свое мнение о том, как они себя чувствуют в автобусе, в общественном транспорте. Напоминаю, что ситуация происходит в Америке, и кто не знает, в Америке ужасный общественный транспорт. Он прям там совсем ужасный. То есть не так, как в Европе. Ты заходишь, и там сразу видно, что сидения ночью мыли, нигде ничего там не порисовано. Все, в общем, чистенько, хорошо и прилично. Даже наш общественный транспорт не так убог, как, например, общественный транспорт, особенно автобусы в Америке. Поэтому обратите внимание на эту особенность контекста, потому что на ней будет основано понимание данного диалога. Сперва мы слушаем дикторов, потом детально разбираем материал. Ну что ж, честно? Читаем и переводим диалог. I don't like riding the bus. Мне не нравится ездить на автобусе. Why not? Почему? The seats or windows are dirty. Сидения и окна грязные. Don't they clean the bus every night? А разве автобус не чистят каждую ночь? I think they do. Ну, наверное, чистят. You should bring some wipes with you. Ну, возьми в следующий раз салфетки. That's a good idea. Хорошая идея. Then you can wipe your seat and window. И можно тогда повытирать сидение и окно. People will think I'm strange. Но люди ведь подумают, что я странный или странная. Who cares? Everyone is strange. Да ладно, все странные. That's for sure. Это точно. Don't worry about what people think. Не надо волноваться из-за того, что думают люди. Ну что ж, видим, что материал прост. И с учетом нашего контекста понятно, почему как бы диалог такой. Человек говорит I don't like riding the bus. Я не люблю ездить на автобусе. Помним с вами, что после глагола like может идти еще один глагол дополнительный, как здесь. Writing. И мы вот этот второй глагол добавляем по двум шаблонам. Шаблон номер один, как здесь. С in, который не связан с временами continuous. Эта тема называется. Герундий. Второй вариант. Мы через to прибавляем начальную форму глагола. Можно сказать I don't like to ride the bus. Но в данном случае выбран такой вариант. Нет как бы оснований, почему этот правильный, а тот второй неправильный. Оба варианта используются наравне. I don't like riding the bus. Мне не нравится ездить на автобусе. Riding с continuous не связано. Обратите внимание. Смысл и время передает like. Don't like. Why not? А почему? Это укороченный вопрос. The seats and windows are dirty. Сидения и окна грязные. Seats. Сидения. Windows. Окна. The seats and windows are dirty. Don't they clean the bus every night? Разве автобус не чистят каждую ночь? Дословно вопрос звучит. Они не чистят? Вопрос. Они не чистят автобус каждую ночь. Кто такие они? Кто эти they? Ну мы догадываемся, что скорее всего может быть работники депо или может быть я не знаю сам водитель автобуса чистит этот автобус. Непонятно, да? Когда мы не знаем кто это делает, но мы понимаем, что это люди какие-то делают. Мы можем добавить, указать их, вот этих непонятных людей через формальное подлежащее they. Иногда мы можем уйти вообще от формального подлежащего и сказать через пассивный залог. Но здесь выбран вариант с they, который подразумевает люди или там работники, в общем те, кто должны этим заниматься. В русском языке мы используем безличную форму. Разве автобус не чистят? А кто не чистят? Ну люди, которые этим должны заниматься. Don't they clean the bus every night? Обратите внимание, нередко используется формальное подлежащее they. Оно здесь просто занимает ячейку для того, чтобы предложение соответствовало нашей стандартной грамматической структуре. I think they do. Я думаю, что они это делают. They do – это то же самое. They clean the bus every night. Помним, мы с вами в сороковых юнитах проходили способ, как сократить английское предложение. Иногда для того, чтобы выразить ту же самую мысль, как бы сослаться на неё, вместо ссылки мы используем вспомогательный глагол, который соответствует предыдущему предложению. Здесь у нас было don't they clean, то есть do. И ответ I think they do – тот же самый вспомогательный глагол. Don't they clean the bus every night? I think they do. Разве автобус не чистят каждую ночь? Я думаю, что чистят. То есть я думаю, они чистят автобус. Да, они это делают. You should bring some wipes with you. Ну так, бери с собой салфетки. Тебе следует брать с собой салфетки. Слово wipes, соответственно, салфетки. Ну, что-то для протирания. Вайп, глагол wipe – это протирать. То есть wipes – средство для протирки. Ну, у нас говорят салфетки. И should говорит о дружеском совете. Наверное, стоит взять салфетки с собой. You should bring some wipes with you. That's a good idea. Классная идея. Это хорошая идея. Then you can wipe your sitting window. Тогда можно вытереть свое сидение и окно. То есть у тебя появится такая возможность. You can wipe it. Ну, и, соответственно, wipe – видим, протирать. В первом случае some wipes. Wipes – это было существительное салфетки. А в втором случае you can wipe. Wipe – это уже глагол. Мы видим, что визуально слово никак не изменилось, кроме того, что появилось, когда существительное окончание s. Так что там wipe, что там wipe. Поменялась часть речи, потому что поменялась позиция слова в предложении. Позиция в английском предложении крайне важна. Then you can wipe your seat. Ты можешь протереть сидение and window и окно. People will think I'm strange. Ну, люди подумают, что я странный. То, что со мной что-то не то. Когда вот мы смотрим на человека, видим, что-то с ним не так. Какой-то он очень странный. Что-то он подозрительный. В английском языке это называется strange. Strange. People will think I'm strange. Люди подумают, что я странный. Что со мной что-то не то. Who cares? Какая разница? Everyone is strange. Все странные. То есть, все что-то не того. У каждого, как говорится, свои тараканы. Everyone is strange. Who cares? Какая разница? Запомните этот вопрос. Care здесь используется в значении как бы какое дело. Who cares? Кому какое дело. С глаголом care у нас не все так гладко. Мы с вами уже упоминали о том, что он имеет иногда непредсказуемое совершенно значение. Поэтому нужно запоминать. Запоминать, господи ты, боже мой. Каждую конкретную фразу. Who cares? Кому какое дело. Everyone is strange. Все странные. That's for sure. Да, это точно. That's for sure. Точно. Так и есть. Don't worry about what people think. Не волнуйся из-за того, что думают люди. То есть, не переживай из-за того, что они подумают. Ну, особенно посторонние, с которыми у тебя вообще нет никакого контакта. Иногда действительно мы излишне переживаем. И, в общем, сами себя накручиваем. А людям, правда, нет разницы. They don't care. Ну, вот такой вот диалог у нас сегодня довольно-таки простой и, в общем, интересный. Давайте мы его с вами по ролям прочитаем. Я буду читать за А, а вы за Б. Я оставляю для вас паузу, чтобы вы работали вслух. Это упражнение крайне эффективное. Буквально за полгода такой работы вы существенно продвинетесь в умении говорить на английском и понимать на слух. Поэтому работаем. I don't like riding the bus. The seats and windows are dirty. I think they do. That's a good idea. People will think I'm strange. That's for sure. Great. I'm sure you did well. Now we change the rules. Now I read after you and you start. So, please start reading the dialogue. Why not? Don't they clean the bus every night? You should bring some wipes with you. Then you can wipe your seat and window. Who cares? Everyone is strange. Don't worry about what people think. И еще раз. Этот же диалог у нас здесь в русском переводит. Абсолютно то же самое, только на русском. И теперь слушайте внимательно ваше домашнее задание. Первое. Еще раз переслушать диалог. И все должно быть понятно на слух, без подглядки в текст. Если непонятно, то несколько раз прослушайте диалог, пока вам все не станет понятно. Следующее задание. Сделайте обратный перевод. После того, как вы диалог наслушаете, сделайте обратный перевод с русского на английский. Первая часть задания сделать его письменно. Вторая часть задания сделать его вслух. Если вам не нужно прокачивать навык письма, можете не писать, можете делать только вслух. Но это задание также должно быть сделано, чтобы были какие-то результаты. Чем больше вы сделаете, тем лучше. Именно когда вы работаете сами, начинается ваша личная работа. Помните об этом, друзья мои. Вот то, что здесь на уроке, это прелюдия. Ваша настоящая работа тогда, когда вы сами используете знания. Помните об этом. На этом я с вами прощаюсь. Меня зовут Елена Вагниста. И вы смотрели канал OK English практика. А теперь слушаем наших дикторов once more. Bye. I don't like riding the bus. Why not? The seats and the windows are dirty. Don't they clean the bus every night? I think they do. You should bring some wipes with you. That's a good idea. Then you can wipe your seat and window. People will think I'm strange. Who cares? Everyone is strange. That's for sure. Don't worry about what people think. I don't like riding the bus. I don't like riding the bus. I don't like riding the bus.